Добрый день, дорогие мои одиннадцатиклассники. Надеюсь, вы хорошо выспались, хорошо себя чувствуете и готовы к работе. Мы продолжаем с вами изучать политологию, и сегодня будем говорить о политической системе. Тема эта немножечко абстрактная, поэтому кажется сложной. На самом деле всё просто, да, и я призываю вас сейчас внимательно послушать, внимательно посмотреть параграф вашего учебника, да, и вот увидите, в общем-то, всё получится, и всё будет понятно. И на самом деле не так много вопросов нужно рассмотреть сегодня. Во-первых, это структура и функции политической системы, и посмотрим мы с вами на государство в политической системе. Ну что, давайте начнём. Что мы называем политической системой? Мы называем политической системой, организованную на единой нормативно-ценностной основе совокупность взаимодействий политических субъектов, связанных с осуществлением власти и социальным управлением, и отношения между ними, посредством которых реализуется политическая власть. Есть и другие трактовки. Есть, например, вот такая, но она такая довольно-таки купированная, да, и сводит политическую систему фактически просто к социальным институтам. Между тем, давайте первую трактовку ещё раз посмотрим, что имеется в виду. Это на самом деле осуществление государственной власти, осуществление политической власти. Кто осуществляет политическую власть? То есть политические субъекты – это люди, это какие-то политические институты, общности, да, и действуют они на основе каких-то норм и с учётом каких-то ценностей и идей, да, действуют с какой целью? С целью управления обществом, да, и при этом они взаимодействуют между собой. И таким образом образуется целая, в общем-то, довольно-таки стройная система, да, и норм, и институтов, и каких-то каналов общения между политическими институтами и обществом, благодаря чему, в общем-то, функционирует политическая сфера. Ну и давайте посмотрим вот на эту схему. Политическая система не существует обособленно. У неё, конечно, есть границы определённые, бесспорно, да, но при этом она действует внутри среды. Среда – это какие-то неполитические сферы общества, это частная жизнь людей, это иные политические системы других государств, это международные институты, да, и вот в эту среду политическая система погружена, и она с этой средой обязательно взаимодействует. С этой средой и для этой среды. Какие-то запросы к власти исходят от общества или других политических систем и прочих каких-то образований, среды. На это политическая система отвечает. Ну и давайте посмотрим, как это дело происходит. Для этого нам нужно посмотреть на структуру политической системы. Посмотрите на эту таблицу, да, внимательно, и попытаемся давайте в ней разобраться. На первый взгляд она может показаться такой очень засыпанной словами и терминологией, но на самом деле она очень хорошо отображает как раз политическую систему. Политическая система строится из подсистем, да, и первая и главнейшая подсистема – институциональная. Она включает в себя политические институты, такие как государства, партии, общественно-политические движения. Дальше. Действуют эти политические институты на основе каких-то норм, на основе каких-то правил. И смотрим. Нормативная подсистема. Это политические принципы, правовые нормы, традиции, программы партии и уставы. Дальше. Какие-то формы взаимодействия с средой, взаимодействия между политическими институтами, приняты в обществе, да, и это функциональная подсистема. Коммуникативная подсистема – это формы связи и взаимодействия между подсистемами и политической системой, и политической системой со средой в целом, да, вот по каким каналам происходит взаимодействие. Дальше. И, наконец, чем руководствуются, помимо правовых норм, помимо каких-то иных социальных норм, своей деятельности, политические институты, конечно, политической идеологии, да, системы взглядов и идей. Дальше. Политической психологии – это, естественно, вот эта вот эмоциональная реакция на события, происходящие в обществе и в государстве, и политической культуры, да, и в общем и целом, да, мы видим вот такой некий живой организм, в котором срослись вот эти вот подсистемы, и четко на самом деле устанавливается взаимодействие между элементами этой системы. Давайте посмотрим, как строится взаимодействие политической системы со средой. С одной стороны, да, смотрим влево, да, на левую часть слайда. Общество воздействует на политическую систему, да, посылает какие-то импульсы, которые побуждают политическую систему реагировать на импульсы. Да, чем-то мы недовольны, чего-то не хватает, что-то предлагаем изменить, даем об этом знать институтам политической системы через каналы общения, да, и политическая система на это как-то реагирует. Дальше, с другой стороны, смотрим правую часть слайда, политическая система воздействует на общество, да, какие-то решения принимает и осуществляет меры по притворению этих решений в жизни. Ну, давайте посмотрим на эту схему, и, по большому счету, мне очень нравится тот пример, который приводится в вашем параграфе в учебнике относительно функционирования вот этой самой политической системы, да, всех ее подсистем и связи между ними, и, собственно, взаимодействия политической системы с внешней средой. У вас приводится пример относительно реформы образования в конце XX века в нашей стране, да, в обществе, в общем-то, назрела проблема необходимости проведения реформы, и, если речь идет об обществе, это внешняя для политической системы среда, да. Итак, в обществе обсуждается необходимость проведения реформы, участвуют в обсуждении и педагоги, участвуют общественные деятели, создаются объединения. И далее смотрим. Смотрим мы с вами на нижнюю часть вот этой схемы, информационно-коммуникативная подсистема, здесь она названа. Начинает действовать коммуникативная подсистема, потому что через определенного рода каналы связи запрос от общества идет в политическую систему, в политические институты. Нам нужно реформировать школу, нам нужно реформировать систему образования. Далее, политические институты начинают взаимодействовать между собой, и опять же смотрим на коммуникативную подсистему, да, в том числе. Дальше. Также обсуждаются возможности изменения образования в стране, что необходимо для страны. Смотрим в левую часть культурно-идеологической подсистемы, да, и различные партии, различные общественные и политические объединения предлагают свои решения, да, и посмотрите, стрелочки, в общем-то, переходят в разных направлениях. В конечном счете, законодательные органы власти принимают решения относительно того, как должна в конечном счете выглядеть школа, как должна выглядеть система образования. И здесь включается нормативная подсистема, и сдаются соответствующие законы, да, которые уже в виде вот этих вот самых политических решений возвращаются во внешнюю среду, возвращаются в общество. Так, посмотрите, по большому счету политическая система и вот эта вот схема, она отображает, да, порядок действия власти, порядок принятия, реализации политических решений, порядок взаимодействия. Политических организаций с обществом. Теперь, какие функции выполняет политическая система? Смотрим внимательно. Во-первых, конечно, интегрирующие. Политическая система должна объединять общество, да, для решения общих задач, согласовывать интересы различных групп населения и политических каких-то субъектов. Дальше, посмотрим, регламентирующие, да, регулируем деятельность общества, управляем жизнью общества. Дальше, распределительное. Распределение духовных и материальных ресурсов в обществе. Дальше, коммуникативное. Осуществление обмена информацией между различными элементами политической системы. Дальше, стабилизирующие. Обеспечение стабильности и безопасности общества. Наконец, контролирующие. Контроль за выполнением решений и соблюдением норм. Да, посмотрите, все, в общем-то, относится к политической власти. А политическая система, в общем-то, дает нам представление о том, как политическая власть функционирует, как она осуществляется. Дальше, типологии политических систем. Конечно, политические системы будут разные, и разные виды классификации мы сейчас с вами посмотрим. Опять-таки, главное основное отличие – это критерии классификации. Первый критерий мы с вами берем – политический режим. В зависимости от политического режима, вспоминаем сразу схему, вспоминаем структуру политической системы. У нас складывается тоталитарная, авторитарная и демократическая политическая системы. Какие будут политические институты, как они будут контактировать между собой, какие законы будут издавать, как они будут общаться с обществом. То есть, буквально, каждая подсистема перестраивается под политический режим. Тоталитарные, авторитарные или демократические. Дальше. Следующее. От характера взаимодействия со средой. Может быть закрытая политическая система или открытая. Если мы говорим с вами о демократическом обществе, когда политическая система чувствует импульсы, исходящие от общества, и отвечает на них, мы говорим об открытой системе. И наоборот, когда только решение и контроль за исполнением решений исходят от политической системы, а общество, среда никак не воздействует, никак не пробивается к политической системе, мы говорим о закрытой политической системе. Далее. Конечно, по классовому признаку. И тоже вспоминайте историю. Долгие годы мы изучали вместе с вами историю. Может быть, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая или коммунистическая политические системы. По степени культурной дифференциации. Примитивная, традиционная или современная. Ну и еще ряд типологий можно привести. Давайте на этих остановимся и дальше посмотрим. А дальше наша с вами задача посмотреть на ключевой политический институт политической системы. Это государство, конечно. И сегодня я вам напоминаю буквально то, о чем мы с вами говорили в девятом классе. Тем мальчикам и девочкам, которым предстоит сдавать общество знания, предстоит еще раз повторить все, что относится к государству по той конве, которую я сейчас вам продемонстрирую. Я сейчас продемонстрирую. Посмотрите, пожалуйста, вспомните. Уверена, что для вас это не сложно. Мы с вами эту тему изучали в девятом классе. В одиннадцатом классе повторяем. Несколько подробнее мы с вами на демократическом режиме. В следующий раз остановимся и поговорим о демократии. Но сегодня, в общем-то, фактически повторение того, что было раньше. Итак, государство – основной политический институт, который осуществляет управление общества, охрану его социально-экономической структуры, обеспечивает безопасность. И откуда произошло государство, почему оно возникает. Вспоминайте теории происхождения государства. Так или иначе, мы изучали их и сталкивались с ними, когда изучали историю, потому что разные поводы для образования государства в разных государствах мы с вами видели. И в девятом классе, в курсе общества знаний, мы эти теории рассматривали. Поэтому сейчас просто напоминаем, да, вспоминаем. Итак, теологическое. Сторонники этой теории утверждают, что раз Бог создал человека, Он создал общество, порядки и, собственно, государство. И поэтому, в общем-то, нарушать законы государства, законы, изданные правителем, нельзя, потому что это воля Бога. Дальше, классовая теория. Государство – это продукт классовой борьбы, да, и правящее меньшинство, по большому счету, это обладатели общественного богатства, да. И государство им необходимо для того, чтобы удерживать власть над большинством в обществе. Дальше, патриархальная. Государство выросло из семьи и подано относится к монарху, как дети к отцу. Договорная, да, вспоминаем. Общественный договор, да, авторы этой теории. Просветители государства – это продукт договора между обществом и государством, и правителем. И теория насилия. Государство создается в процессе завоевания для подчинения побежденных. Да, помните, говорили обо всем этом. Думаю, несложно это все сейчас вспомнить и более того, в случае необходимости воспроизвести. Дальше давайте смотреть. Признаки государства. В прошлый раз мы их рассматривали, но давайте еще раз посмотрим. Здесь, правда, не полный список, но тем не менее. Итак, во-первых, первым признаком является территория, да, власть государства распространяется в рамках государственной границы, публичный характер власти, суверенитет. Дальше возможность использовать насилие и принуждение при исполнении государственной власти, исключительные права на взымание налогов и сборов. Дальше, гражданство, да, вот эта вот система взаимоотношений между государством и человеком. Дальше, представительство общества, как внутри государства, так и на международной арене. И право издавать еще законы. Честно говоря, я почему-то здесь не вижу. Какие функции выполняет государство? Функции есть внутренние, внутриполитические, внешнеполитические. Внешнеполитическим относятся, конечно же, в первую очередь, это обеспечение национальной безопасности и обеспечение интересов страны на международной арене. Для чего государство может объединяться какие-то сообщества, контактировать с другими государствами, с другими сообществами государств. Внутриполитические смотрим. Это, естественно, управление государством политическое, экономическое, регулирование экономических отношений, социальное, идеологическое, да, регулятивное и ряд других. Теперь, дальше. Форма государства. Вспоминайте. Сколько мы знаем с вами типологий государства относительно формы государства? Три. Да? Давайте. Итак, первое вспоминаем. Форма правления. Это способ организации верховной власти. Мы с вами говорили, да. Определяя форму правления, мы ориентируемся на источник власти. Если власть принадлежит одному человеку, передается по наследству, это монархия. Если власть принадлежит обществу, власть принадлежит народу. И осуществляют власть общество или напрямую через референдум, или через своих представителей. Это республика. Виды монархии. Абсолютные. Вся полнота власти в руках у монарха. Дальше. Ограниченная. Иначе ее еще называют конституционная или парламентская монархия. Когда деятельность монарха ограничивается парламентом. И дуалистическая. Когда одновременно существует и довольно-таки обширная и сильная власть монарха, и в то же время в государстве работает парламент. Пример дуалистической монархии мы с вами видели в России с 1905 по 1917 год. Республики. Мы выделяем президентскую, парламентскую, полупрезидентскую или смешанную республику. В зависимости от того, как государственная власть, верховная власть распределяется между президентом, парламентом и правительством. И если сильная власть президента и много государственных полномочий у президента, мы говорим, это президентская республика. Далее, если мы говорим о сильном парламенте и о том, что парламент формирует правительство и правительство под отчетным парламентом. И по большому счету представляет страну не президент, а глава правительства на международной арене. Мы говорим о парламентской республике, вспоминаем Германию, например. И, наконец, если равномерно распределяется государственная полномочия между президентом и парламентом, мы говорим о полупрезидентской республике. Далее, форма административно-территориального устройства или просто форма устройства государства. По-разному может быть это сформулировано. Будьте внимательны те, кто сдает ЕГЭ. Это распределение государственной власти на территории страны, отношения между центральной и местной властью. И по этому критерию мы выделяем унитарные государства. Территория государства единая и неделимая. И власть осуществляется из центра и, в общем-то, на местах управляют представители центральной власти. Дальше. Федерация. Государство состоит из относительно независимых территорий. И часть полномочий отдается федеральным органам власти, часть – субъектам федерации, отдельным территориям. Вспоминаем Российскую федерацию. И, наконец, конфедерация – объединение независимого государства к какой-то цели. И про особенности конфедерации мы с вами тоже упоминали, что конфедерация – это неустойчивая форма административно-территориального устройства. Потому что конфедерация, как правило, или распадается в конечном счете, или перерастает в федерацию. Но примерами конфедерации служат, как правило, международные организации, международные какие-то объединения государств. Скажем, ООН. Это типичная конфедерация. Дальше. Политический режим – это совокупность методов и способов осуществления государственной власти в стране. И мы различаем недемократические режимы, тоталитарные и авторитарные, и демократические. И большая просьба вспомнить особенности демократического, тоталитарного и авторитарного режимов. И главный критерий, на который мы с вами обращаем внимание, чтобы проще было, это соотношение государства и общества, и удовлетворение интересов государства и общества при том или ином политическом режиме. При недемократических режимах мы видим, что прежде всего политика осуществляется в интересах государства, и в интересах общества, в интересах человека политика осуществляется при демократических режимах. Ну и, простите, рано переключила слайд. Тем не менее, с одной стороны, в общем-то, подводя итоги этой темы, с другой стороны, в общем-то, возвращаясь к теме сегодняшнего занятия политической системы, следует еще раз отметить, что государство – это ключевой институт политической системы общества. Обратите внимание, в любом случае, большинство, все политические институты в институциональной подсистеме замыкаются на государство. И, к большому счету, все подсистемы функционируют, прежде всего, ориентируясь на государство. Почему? Потому что, опять-таки, те решения, которые, в конечном счете, отправляет политическая система во внешнюю среду, они будут исходить от государства. И давайте мы с вами на сегодня будем заканчивать и посмотрим еще раз, что следует, что мы с вами посмотрели, во-первых, надеюсь, вопросов здесь не осталось, и что следует дома выучить и повторить. Дома вы учите в вашем учебнике, параграф 22. Задания по новому материалу вы найдете на платформе Я-класс. И я очень прошу своевременно эти задания выполнять, если вдруг возникнут какие-то проблемы, если вдруг возникнут какие-то вопросы или пожелания, внимание, дети, которые сдают ЕГЭ. Я жду, я готова выслушать и готова с вами сотрудничать. Все, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok